Мусорный конфликт Рязанская область обязана участвовать в максимальном количестве госпрограмм. В ближайшие 10 дней все предложения должны быть сформулированы и мне представлены, заявил на правительстве губернатор Рязанской области. Николай Любимов. Развитие сферы культуры сельских территорий – главная тема заседания Кабмина. Ее разбор в нашем следующем материале. 550 дворцов культуры, 100 тысяч мероприятий, почти 5 миллионов доковидных посещений. Культурная жизнь в Рязанской области насыщена и разнообразна, причем в том числе и на селе. Региональные власти называют это единым культурным пространством. Общие цифры впечатляют, частные заставляют действовать. По состоянию на 2018 год 97 зданий культурно-досуговых учреждений требовали проведения текущего и капитального ремонта. В реализации национального проекта «Культура» к концу 2021 года в регионе будет построено 4 дома «Культура», капитально отремонтировано 2. Послание президента федеральному собранию в этом смысле как прямое руководство к действию. На обновлении библиотек, домов культуры, музеев Москва будет тратить дополнительно. Важно быть к этому готовыми, заявил Николай Любимов. При формировании федерального бюджета на трехлетку предстоящую, все эти возможности максимально использовать. А глав администрации муниципальных образований прошу, конечно, иметь проектно-сметную документацию на необходимые объекты, на то, что людям действительно нужно. Прозвучали на правительстве приятные новости и для региональной казны. Доходную часть снова увеличат на 365,5 миллиона. Конечно, возрастут и расходы. Впрочем, дефицит бюджета останется в пределах разумных значений. Максим Васильев, телекомпания «Город». Рыбновский мусорный полигон у села Зеленина вновь в центре внимания. Районная прокуратура со второй попытки все же провела проверку с замерами грунта и радиоактивного фона вместе с гражданскими активистами из близлежащих сел. Максим Васильев продолжит. У мусорного полигона возле села Зеленина воздух раскален даже в тени. Местные активисты на встрече с руководством свалки градус общения повышает практически каждую минуту. И пошел он слушать не хочет. Я вам надо рецидировать отсюда, чтобы совсем не было решения. Впрочем, взорваться эта свалка может и сама по себе, если там прямо сейчас начать раскопки и забор грунта. По крайней мере, в этом общественность пытались убедить и хозяева полигона, и местный депутат. С появлением районного прокурора риторика изменилась. Своей решительностью Илья Максимов все сомнения в безопасности проверки развеял сразу. Была принята мной инициативная группа граждан местных населения, которая также обратилась к нам с жалобой по вопросу утилизации здесь мусора с московского региона. На данный момент мы будем проверять непосредственно соблюдение требований законодательства, как брать образцы, проверять имеются ли здесь захоронения радиоактивных отходов. Ну и параллельно посмотрим на организацию захоронения. Понятно, что о проверке руководство полигона проинформировали заранее. Понятно, что если что-то и было, уже давным-давно закопано. Бульдозеры крутятся здесь уже явно не первый день. Но даже с учетом этого свою решительность активисты не растеряли. Почему на Рыбновский полигон твердых бытовых отходов, который открывался исключительно для Рыбновского района, день и ночь везут мусор из Москвы, мусоровозы с прицепами, день и ночь везут? Полигон ТБО, это конкретно берется, выкапывается ров, туда складируются отходы, потом засыпается все это землей. Я не думаю, что вот эта вот свалка и вот эти вот кучи мусорные, которые уже, я не знаю, высотой со скольких этажный дом, что это похоже немножко на какой-то ров и что его сравняли с землей. Все обвинения общественников руководство полигона категорически отрицает. Московского мусора здесь, мол, нет, только областной, рязанский и никакого складирования пищевых отходов здесь тоже нет, да и радиацией не пахнет. Мы принимаем мусор немножко с Касимовского района, немножко с Захаровского района. Никакой Москвы у нас, ничего, у нас такого здесь нет. То есть московского мусора у нас нет? Нет, нет, нет. У нас, ну, только с Рязанской области. Мы здесь работаем 10 лет, я думаю, что если бы мы захоранивали бы что-нибудь радиоактивное, мы бы уже давно тут все бы сами передохли бы. Я, конечно, могу постоять, пока вот здесь погрешность не будет? Замер, еще замер. При всей важности момента, что означают эти цифры, никто толком не понимает. Много это или мало? Ну, вроде как в пределах нормы. Опытным взглядом прокурор определяет по фрагментам класс опасности. Пятый. И тоже вроде как все законно. Да и запаха пищевых отходов не чувствуется. В этом месте. Зато вот здесь отчаек не спасает даже звуковая ловушка. Ну, в самом деле, вряд ли пернатые стаи будут грызть, например, целлофан. А я напомню, пищевые отходы здесь запрещено размещать еще с 12-го года. Людей, конечно, обмануть можно. Птиц? Вряд ли. Впрочем, результаты проб – это единственное, что можно противопоставить различным слухам и деревенским легендам. А их обещают обнародовать в самое ближайшее время. Максим Васильев, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Поуправлять коптером и выполнить задания на робомашине – это только часть заданий, которые предстоит выполнить школьникам. В Рязанском агротехнологическом университете проходит региональный этап всероссийского конкурса «Агро-НТИ-2021». Такой робомашиной предстоит управлять школьникам из сельских школ и районных городов Рязанской области. Это не игра. На конкурсной площадке есть задания. Пересечь подвесной мост, перенести сток сена к коровнику. За выполнение каждого этапа будут начисляться баллы. Да и испытания непростые. На площадке сразу две команды. Одна управляет роботом и теплицей, вторая – коптером. Эти комплексные задания – особенность регионального этапа всероссийского конкурса «Агро-НТИ-2021». Этот конкурс является образовательным, является соревновательным. В этом соревновательном конкурсе каждый школьник может показать те компетенции и навыки, которые уже имеют. И стать обладателем новых компетенций и навыков в области цифрового сельского хозяйства. Направление сельское хозяйство сейчас очень актуальное, динамично развивающееся. Это новая техника, это новые технологии. Естественно, нужно иметь знания для того, чтобы работать непосредственно с этими оборудованием и технологиями. На площадке Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костачева региональный этап проводится второй раз, поэтому ВУЗ к этому уже готов. Пять площадок оборудованы для проведения конкурсов по направлениям «Агрометео», «Агрокосмос», «Агророботы», «Агрокоптеры» и «Агробио». Последний, кстати, в новинку для всех. Его добавили в текущем году, так как биотехнологии сейчас очень актуальны. Чтобы попробовать свои силы в очных соревнованиях на площадке ВУЗа, нужно было пройти заочный этап. Из двух с половиной тысяч поступивших заявок от школьников из районов Рязанской и соседних областей отобрали 250 участников. В течение двух дней они покажут свои силы в интересном для них научном направлении на региональном этапе. Если у ребят возникает тяга к этому, но ведь они же могут попасть и в другие сферы деятельности, допустим, коптеры, программирование, в широкий спектр применения. Но важно их сохранить на тех территориях, где они родились, растут и, надеюсь, найдут свое применение. Поэтому связь с аграрной тематикой очень важна. Победители регионального этапа отправятся на всероссийский финал, который пройдет в Белгороде. А те навыки и знания, которые они приобретут на площадках Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева, помогут им одержать победу. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Начался дачный сезон, а многие пенсионеры собираются провести его за городом. На садовом участке, либо в деревне. Но как получить пенсию в летние месяцы, если нет возможности вернуться домой с дачи? Расскажем дальше. Некоторые едут не на недельку, две, а на все летние месяцы за город. Способы получения пенсии в дачный период различны. Все зависит от желания самого пенсионера. Напоминаю рязанцам в связи с началом дачного сезона о том, что каждый пенсионер может обратиться с заявлением в пенсионный фонд о выборе способа доставки выплат, который наиболее удобен ему из соображений времени, удобства и затрат сил. Важно помнить, что каждый пенсионер, получающий выплаты по линии ПФР, может обратиться в пенсионный фонд с заявлением, в котором он может указать приемлемый способ доставки, либо через кредитные организации, либо через отделение почтовой связи. Если человек хочет получать пенсию в банке, то ему необходимо открыть там счет или предоставить его реквизиты в пенсионный фонд, написав заявление в электронном формате. Это можно сделать через портал государственных услуг или в бумажном виде, предварительно записавшись в ПФР или МФЦ. Что касается кредитных организаций, выплаты пенсии на карты, производится перечисление или 11, или 21 числа, в зависимости от категории получателя, в зависимости от его выбора, в зависимости от договоренности с банком. Для того, чтобы перевести пенсию в банк, необходимо первоначально оформить там кредитную карту, а затем уже подать соответствующее заявление в пенсионный фонд. С июля перечисление пенсии социальных выплат будет производиться только на карты в рамках платежной системы МИР. Также по желанию человека пенсия может выплачиваться по доверенности. Иными словами, получение пенсии вполне можно доверить детям или внукам, или просто близким людям, не обязательно родственникам. Те получат пенсию в срок на почте или в банке и привезут ее вам на дачу. Стоит добавить, что правильная оформленная доверенность обязательно должна быть заверена нотариусом. Алиса Котровская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Колокольный звон считается чудотворным, потому что оказывает во многом до конца необъяснимое наукой влияние на все живое, от микробов до человека. Звук, издаваемый колоколом, вызывает у людей ощущения, которые необычны и несоизмеримы ни с чем, к чему мы привыкли. Не случайно колокол называют звонкой иконой и молитвой в бронзе. Вознесенский храм – один из древнейших в городе. Первоначальное основание Вознесенской церкви относится к 1550 году. Из окладных книг известно, что в 1765 году прихожане этой церкви обращаются с просьбой о постройке каменного храма на месте деревянного. И спустя 30 лет появляется новый каменный храм. Позже главный престол становится Вознесенским. Белокаменный. Он расположен таким образом, что вид на него открывается со всех сторон города, с каждой улицы, ведущей к нему. И во все стороны льется перезвон с его колокольни. Вот эти у нас три зазвонных маленьких колокольчика, они связаны друг с дружкой и берутся в правую руку, в один пучок. Они имеют самые высокие голоса и играют они, звонят ими самыми мелкими длительностями и как бы украшают звон. Вот. И еще существуют вот такие вот большие колокола, они еще называются благовестами. У нас вот один только, он управляется вот этой педалью. Вот. И в монастырях, и на больших вот колокольнях там, конечно, бывает по несколько благовестов. Но у нас вот только один, слава Богу. И еще вот есть, существует между зазвонными и благостями, есть такие вот средние колокола, они называются подзвонные. У нас их три. Сейчас матушке Галине 60 лет. Звонарем она служит чуть больше года, хотя мечту научиться этому искусству лелеяла давно. Ну, я, конечно, волновалась, что у меня ничего не получится, потому что я ведь только год назад отучилась, можно сказать. Вот. И, ну, первый раз поднялась на колокольню и полюбила колокола. И очень мне понравилось звонить, и мне очень захотелось, очень-очень захотелось научиться. Ну, вот так вот я стала звонить. По рассказам матушки сначала ничего не получалось, но ее учитель Сергей Николаевич Авилкин подбадривал, помогал и по окончании обучения подарил икону, которую матушка теперь бережно держит в руках, рассказывая легенду о том, откуда появились колокола и традиции призывать людей к молитве звоном. Существует предание, что святитель Паулин, изображенный на иконе, возвращался от паства и был огорчен, что паства маловерующая, равнодушная, больше верит всяким суеверием. Он помолился Богу с просьбой спасти людей от равнодушия и уснул. Он как с неба увидел, как будто бы с неба сошли ангелы. И они взялись за стебельки цветочков и стали их раскачивать. Вот эти цветочки мы сейчас называем колокольчиками. И он стал их раскачивать, и услышал он удивительный звук, такой, который он никогда не слышал. И как проснувшись, он скорее поехал домой, а у него сосед был медианик, ну, отливал там разные для нужд вещи, и он ему сказал подобие такого цветочка отлить. И когда цветочек был готов, он взял один лоточек, руки, в одну руку цветочек, этот большего размера, который он видел во сне, и ударил по нему, и услышал тот самый звук, который он слышал во сне. Матушка Галина – начинающий звонарь. Музыкальные перезвоны, а для каждого случая они свои, она изучает, и все ей в радость. На вопросы, тяжело ли это физически, и не страшно ли находиться на такой высоте, отвечает, что радость призывать людей к молитве гораздо сильнее издержек. На Руси колокола отмеряли ход времени, били тревогу, предупреждали о приближении неприятеля, созывали воинов, встречали победителей, приветствовали знатных гостей. Звук вечевого колокола созывал народные собрания. Сегодня же колокольный звон даже людей, далеких от религии, останавливает на мгновение и заставляет задуматься о чем-то незримом, неуловимом, о чем-то тянущемся из глубины веков. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И на сегодня это все еще больше информации вы сможете увидеть на нашем сайте город62.тв, а также в группе в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь, всего хорошего, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова